На этого место встречи. Итак, в сложившихся условиях, как должна действовать Россия? Жёстче? Мягче? Не менять ничего? Георгий Павлович. Ну, всё то, что делает Украина и на нашей территории, и на своей, доказывает, что мы должны делать здесь жёстче. Потому что если у вас нету жёсткости, разумной жёсткости, но жёсткости, это порождает безнаказанностью противника и разочарование у сторонников. У меня просто такое было ощущение, что вы скажете «но». Ну, проинтернационно. Так, Макс, я заточу. Ну, скажу я. Не жёстче, не мягче, а рационально. Жёсткость без точного расчёта – это идеотизм. Так же, как и мягкость, кстати. Так, Антон Валерьевич. Вот он, либеральный журналист, взял, украл мой комментарий. Шучу, конечно. Конечно. Жёсткость, понимаете, тэрисы о жёсткости и с нашей, и с другой стороны, они, как раз таки, подталкивают весь ход событий к тому, чтобы всё закончилось очень плохо. Она здесь действительно рационально, разумно, исходя из принципа «не навреди». У нас сейчас решает и судьба России, и судьба России. Нельзя ответить. Рационально жёстче, рационально мягче. В каком-то… Рационально вообще как выгодно. А здесь нужно конкретно. В каком-то вопросе нужно действовать жёстко. В каком-то вопросе нужно подождать. В каком-то вопросе нужно отойти в сторону. Это каждый конкретный случай. А постоянно с флагом выходить «давайте жёстче». Так, всё-всё-всё, тихо-всё, тихо-тихо. Закончим плохо. Жёстче надо жёстче – это лозунг Сергея Александровича Маркова, как мы знаем. И Владимирич. Вы её полностью разделяете, если коллега, есть одно «но». Мы будем вынуждены действовать жёстче, 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 жёстче и ещё жёстче. С чего вы это взяли? Справедливо. А вот так складывается ситуация. То, что сейчас происходит, мне напоминает, ну, в большом таком геополитическом смысле, это игра «Кто кого переглядит», когда ты вот в школе каждый играл, вставал, смотрел, глядел. И там было две стратегии победы. Первая стратегия – это как-то ущипнуть противника, чтобы он как отвлёкся и моргнул. Да вы жухло бы. Меня скорее щипали, я бы в детском возрасте такой. А второй, если ты уверен в победе, что ты, значит, можешь победить, ты просто уверенно смотришь в глаза и всё. Вот наш вариант, по-моему, второй. Не терять уверенности в собственной правоте и силе. Ну, я вот, например, просто не могу долго не моргать. Ну, правда. Я в линзах тоже не могу. Поэтому, в моём смысле, рациональный будет не ввязываться вообще в такую историю. Навеяно золотым вагоном Зеленского, который мы вам сегодня показывали, значит, один пассажир очень хорошо отдохнул в вагоне ресторана. Ну, прям вот хорошо отдохнул. Ну, и потом он встаёт и идёт, условно говоря, в сторону паровоза, в голову поезда. Через некоторое время возвращается, проходит через весь вагон ресторан и идёт в хвост поезда. Потом опять какое-то время проходит, он опять, значит, оттуда идёт и через весь вагон ресторан в голове поезда. Официант говорит, гражданин, вы что, свой вагон не запомнили? Запомнил. Там берёзовая роща была за окном. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будний эфир НТВ. Всего вам доброго, до свидания.